Друзья, 97% зрителей смотрят новости без подписки, подпишитесь, чтобы не пропустить свежие новости. Германия официально не смогла. Выборы с каждым месяцем все ближе, а Шольц так и не смог остановить экономический спад в Германии. Хотя, если верить правительственным цифрам, над которыми шаманили, как могли лучшие специалисты в данной области, то остановить он вроде бы смог. Но и только, отметим, что Германия осталась единственной крупной страной Запада, которая не сумела вернуться к росту после кризиса. Вот, что пишет агентство Bloomberg. Правительство Германии не видит никаких предпосылок к росту национальной экономики в 2024 году. Ранее прогнозировался рост на уровне 0,3%, но теперь официальные лица говорят лишь о стагнации, что является признанием поражения для крупнейшей экономики Европы, пишет Bloomberg. Сообщается, что такой исход станет очередным ударом для коллекционного правительства Олафа Шольца, при котором экономика не росла два квартала подряд с момента его прихода к власти в декабре 2021 года. В преддверии выборов, которые пройдут менее чем через год, отсутствие роста сужает возможности канцлера улучшить экономическую ситуацию перед тем, как он пойдет к избирателям. Во-первых, со всей очевидностью надо сказать, санкции работают, ура, товарищи. Ну хоть кому-то, если уж не нам, они нанесли пользу и причинили добро. В Берлине так долго рассказывали о том, что российские СМИ врут, что их знаменитые ограничения еще как ослабляют экономику. Вот они и ослабили до полного нуля. Да и то, там скорее до сих пор наблюдается небольшой спад, который изо всех сил маскирует под стагнацию, чтобы только не говорить страшное слово «рецессия». Во-вторых, Америка, наверное, довольна. Руками самой Германии причинить такой вред этой строптивой стране, которая при Меркель до последнего цеплялась за сотрудничество с Россией и отказывалась плясать под дудку Вашингтона. Теперь же, все, никакого потенциала для восстановления, одна только сплошная деградация, растянутая на десятилетия вперед. И что самое приятное для Гегемона, у Германии не будет никакого шанса поучаствовать в гонке по созданию электромобилей, которая намечается на ближайшие годы. Так что соревнование еще не началось, а ФРГ уже проиграла его полностью, благодаря Шольцу. Отмечается, что отсутствие роста связано с ослаблением промышленного сектора, снижением спроса со стороны Китая и трудностями перехода на производство электромобилей. Дополнительные факторы, такие как закрытие заводов Volkswagen в Германии и перенос инвестиций Intel, только усугубляют ситуацию. Слабый экономический прогноз также усложнит попытки правительства закрыть бюджетный дефицит, но может позволить взять больше займов для поддержки экономики. Однако правительство пока не озвучило окончательные данные и прогнозы могут еще измениться, пишет Bloomberg. Так что Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить. Шольц уничтожил экономику Германии, стал непопулярен, но зато выполнил приказ Гегемона. Теперь его можно выкрутить, как перегоревшую лампочку, и заменить на другого, такого же точно проамериканского политика, который продолжит и дальше выполнять американские распоряжения. А народу сейчас дадут возможность радостно проголосовать за перемены, которые попросту невозможны, потому что в Германии все политики строго одинаковы, других давным-давно уже просто выкурили. Бедную Японию наш уважаемый президент просто заставил рыдать горючими слезами. Владимир Путин буквально тону самого жгучего в мире васаби заставил проглотить руководство Токио, а когда слезы на глазах выступили, пожелал им приятного аппетита и много новых сюрпризов. Это буквально так и было, судите сами. Если коротко и по факту, заставили Японию платить за нефть в юанях. Это, честно говоря, уже почти бессердечно. Это все равно, что заставить Байдена кричать лозунг или скандировать известный пароль отзыв про один полуостров. Учитывая, какими заклятыми друзьями являются сыны Ямато для Китая, подвергать их подобным. Финансовым процедурам это уж слишком мощный троллинг. Впрочем, Япония, конечно же, должна сказать спасибо исключительно себе, например, за то, что в делах она не руководствуется принципами благодарности и элементарной порядочности, а просто выполняет приказы. Путин 20 лет предлагал Японии наконец-то обрести хоть немного независимости и отвязаться от США. Но почему-то ребятам из Токио оказалось, что гегемон несокрушим, что Америка всегда будет побеждать и что ставка именно на Вашингтон принесет им больше всего пользы. Самое забавное, что именно сейчас для Японии пришел исторический момент и шанс, чтобы образумиться. Дело в том, что пример Германии до такой степени красноречив и символичен именно для Японии. Потому что, несомненно, именно Япония и была полным аналогом Германии, но только в Азии. Точно так же США сперва сделали ее главной экономикой континента, точно так же США потом сделали из Германии свой неприкосновенный запас, из которого сейчас забирают все, что надо им самим. Именно Германии отводится роль Брандера, который примет на себя, лишь бы нанести ущерб другим. И сегодня с точностью то же самое повторяется с Японией. Но на два года позже и уж за эти два года в Токио могли бы одуматься и понять, что их ждет. Что если уж они не захотели стать верными и могучими союзниками России и Китая, то могучие точно некому не нужны. А вот Америка, которая готовится уйти на положение полуавтарки, явно нуждается в ресурсах. И если в лице России и Китая себя ограбить не дали, значит, остается грабить союзников. Германию, Британию, всю Европу, Японию, Южную Корею, всю Азию. А у России и Китая будет лишь одна задача – всеми силами Америки помогать разбирать на запчасти и Европу, и Японию, потому что у них слишком высок, потому что амбиции, в том числе, слишком серьезны. И потому что иметь таких под боком слишком опасно, и грех не воспользоваться моментом, когда собственный союзник Японии взялся ее обезжиривать и не помочь Вашингтону. Времена нынче столь суровы, что даже смешно вспоминать недавние споры с либералами о том, что нефть и газ якобы ничего уже не значат в этом мире. Что их можно купить где угодно, причем задешево. И что нормальные-то страны совсем другие вещи продают, без которых действительно никто не обойдется. Так вот, без смартфонов обойтись можно, а вот без еды, для выращивания которой нужны удобрения и газ, еще никто не обходился. И без тепла, которое согреет зимой, тоже еще никто не обходился. А вот без электромобилей можно, хоть на деревенских санях. Дело в том, что Россия просто сделала Японии предложение, от которого невозможно отказаться. Для Японии проекты «Сахалин-1» и «Сахалин-2» имеют настолько огромное значение из-за ограниченности своих собственных ресурсов, что ради обеспечения доступа к энергоносителям этого региона Япония готова на все. И в Москве тоже отлично понимают значение этих энергетических проектов для Токио. Депутат Бундестага предложил починить «Северный поток». В чем проблема Германии? В Германии начали раздаваться голоса в поддержку восстановления импорта российского газа. Пока такое заявление прозвучало от представителя партии «Альтернатива для Германии», но не исключено, что сторонников у такого предложения среди немецкой политической и бизнес-элиты будет прибавляться. До 2022 года Германия являлась одним из крупнейших импортеров российского газа, который поставлялся в эту страну через трубопроводы. В том же году на газопроводах «Северный поток» произошел пожар, трубы было выведено из строя несколько путепроводов, что фактически отрезало для Германии путь назад в вопросе импорта голубого топлива из РФ. Германия в ускоренном темпе запустила в работу несколько терминалов для приема жиженного природного газа. Как ранее заявили в Министерстве экономики ФРГ, к 2030 году планируется выйти на уровень в 56 миллионов куб такого газа, это примерно такой же объем газа, который поступал в страну от РФ по трубопроводам. Под разговоры о зависимости от России Германия переориентировалась на зависимость от другого поставщика – Норвегии. По плану, к концу десятилетия норвежский трубопроводный газ покроет треть потребностей Германии в этом виде топлива. Соответствующий контракт между норвежской компанией «Якуенор» и немецкой «Сеффи» предусматривает выплату немецкой стороной 50 миллиардов евро. Уже в этом году ожидается, что норвежцы займут порядка 60% газового рынка Германии, что, опять же, примерно столько же, сколько занимала там РФ. О том, как отказ от российского газа повлиял на Германию, существуют разные мнения. Определенно можно сказать, что никакого падения экономики в этой стране не произошло. После решения Берлина жить без российского газа валовый внутренний продукт страны в последнем квартале 2022 года упал на 0,5%, а в следующем квартале это падение замедлилось до 0,3%. В целом, ничего критического, однако общая картина для немцев все равно вырисовывается грустная. Отсутствие дешевых энергоносителей автоматически привело к увеличению себестоимости продукции германских компаний, в результате чего они проиграли в рыночной конкуренции китайским и американским производителям. Сложнее дело обстоит, если от средней температуры по больнице перейти к конкретным отраслям немецкой промышленности, которые традиционно были зависимы от газа, химическое, сталелитейное, машиностроения и так далее.